Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online. И это очень шикарное обновление, я вам скажу, это обновление по добавлению новой породы в игру. Так что встречайте вместе со мной финскую лошадь. Очень классная порода, выглядит достаточно мощно, несмотря на то, что она достаточно среднего типа. То есть она чуть ниже фьордов, ниже северо-шведов и примерно наравне с мустангами, по-моему. То есть, ну, мне кажется, это лошадка среднего роста, так, по ССОшным меркам, да. Вот, и больше всё, больше ничего не добавили. Я, кстати, даже не читала, что нас ждёт на следующей неделе, я, в принципе, обновление в этот раз что-то вообще даже не читала. Вот, и знаете, ребята, что я вам скажу? Да, я взяла Изюню, и те, кто в курсе за самую первую версию моего клуба, то даже вот рубашку с джинсами одела, как форму, так что, хей, решила вспомнить, каково это было. Правда, там ещё какая-то форма была, но вот вверху, вверх, и штаны были именно эти. Итак, по поводу конях. Они нереально классные. Они, во-первых, ути, боже мой, да, во-первых, милая мордашка, во-вторых, достаточно мощное тело, но они всё-таки, да, здравствуйте, не выглядят слишком перенакаченными. Да, у них очень мощная шея. Мой парень даже сказал, что у них, ну, нереально какая-то большая голова вначале была по сравнению с телом. Ну, мне кажется, кстати, немножечко успели прекратить за это время. Вот, но просто, ребят, вот честно, вот я вчера зашла в обновление, если бы у меня было бы побольше СК, да, у меня 5 926, конечно же, но если бы у меня было побольше СК на 50, ну, так, 1000 на 2, я, честно скажу, я бы ещё вчера сняла обновление с покупкой всех мастей данной породы. Почему? Во-первых, я, тяжики моя слабость, вы это знаете, особенно вот, да, особенно вот типаж Зюни. Всё-таки вот Зюни, северо-шведы у меня их уже, я сбила со счёт, у меня их сколько уже, 6? Нет, стоп, 5, 5, вроде бы 5, да. Причём запланированной покупкой была Зюня и Саловой. Все остальные появились как-то сами. Вот, и всё-таки вот типаж наподобие Зюни мне очень близок. Наравне с типажом Зюни для меня ставятся фьорды, потом ещё лохматики. Да, вот почему-то я этих лошадей ставлю у себя в голове в один ряд, не знаю почему. И вот как раз финская лошадка у меня стоит наравне с этими лошадьми. И просто посмотрите. Во-первых, да, вот я говорила, это мордашка. Во-вторых, телосложение. А в-третьих, ну, те поклонники... Хотела сказать на эстонском, но забыла и не знаю, почему вообще захотела сказать на эстонском. В общем, Диана и Жужа. Те, кто знают Жужу, кажется, поймут мне, что эта лошадка чем-то до Жужи напоминает. Кстати, Зюни у меня получила имя как раз после того момента, как я слишком сильно насмотрелась Диану и... Почему я хочу Жужу на эстонском назвать? Я даже не помню, как она на эстонском. Не помню. Я просто вчера смотрела, мы пытались понять, какой породой Жужа... Жуня, 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 Господи, Жужка, Жуня. Я уже... Почему я сейчас сомневаюсь в своих словах? Неважно, ребят, забейте, я уставшая после работы пришла и сразу снимать всего. Да. В общем, вы меня поняли. Так как внешне очень похоже, мы хотели узнать, какой породы коня Ходианы. Но она неизвестна, какой породы. Мне нравится, честно, абсолютно все масти финской лошадки, но вот это Ван Лав. Это Ван Лав. Я объясню, почему. Это Ван Лав, потому что моя первая лошадь, с которой мне удалось сблизиться и на которой катать, а-ля катать детишек, это был, правда, рысак, худенький, высоченьенький. Но все-таки вот с тех пор, да нет, в принципе, даже с самого детства, почему-то мне больше были симпатичны такие масти, как Серый в яблоко и всякие Пейнты, Хорсы, Аполлузы. Нет, именно Пейнт Хорсы, ладно, вот такие Пеги. Серый в яблоко и Пеги вообще рядом не стоят, но у меня почему-то это были самые обожаемые, мои масти, и потом, кстати, к этим мастям еще добавилась еще и рыженькая лошадка. Да, так что у меня в планах, я не вру вам, ребята, на чем бы мне поклясться, я не знаю. Вот, вы не видите, но я вам вот клянусь, у меня в одной руке фигурка Фанка Поп Спайра, в другой руке, не помню чья, не помню, Мателовская, наверное, или нет, неважно. В другой руке у меня маленький беззубик, и я клянусь вам, что я скуплю все масти данной породы. Под вопросом, правда, масти с приложения, потому что там, наверное, мне что-то как-то с самого начала не особо понравилось, но вот игровые, те, что стоят в игрушке, ребята, я вам вот все поклялась на двух своих любимых драконах, я куплю их всех, но не сейчас, потому что, в принципе, я могу дождаться завтрашнего дня, это суббота, у меня будет 6026 СК, и я могу их купить, но, вы же знаете мою логику, всегда в заначке нужно оставлять 2000 СК на, не знаю, на резкое появление каких-то двух магических лошадок, которые могут убрать, или, в принципе, какой-то лошадки, может быть, даже в том же приложении, которое проявляется на время, вот. Ну, я прям это, я точно куплю. Во-первых, мне понравилась анимация, и, кстати, кто не заметил, мало ли, у них дыбы, свечка, абсолютно такая же, как у севера шведов, мы вчера это чисто случайно увидели с Каролиной, ну, если вы уже подробно посмотрели все спойлеры и все обзоры этой породы, то вы уже разложили эту лошадь по частям, почти в прямом смысле, и уже знаете, от кого у нее что имеется. А так, вот, действительно, мне нравится эта масть, мне очень понравилось, как выглядит с короткой игровой, да даже с шишками вороная, просто, вот, яблоко, просто пунктик в моем списке, хочу, надо. Вот эта лошадка мне безумно напоминает полевую такую лошадь, даже не полевую, а деревенскую, деревенская рабочая лошадка, такая, ну, правда, хорошая, ухоженная, то есть такая, хозяйственная. Вот, вот эта лошадка мне очень-очень напоминает лошадь из, как бы сказать, из каких-то старых ПК-шных игр по лошадей. Не знаю почему, вот она, и точно такая же, по-моему, стоит Форт Пинта, только со светлой гривой, вот они две напоминают мне почему-то все игрушки почти моего детства с лошадками, и, кстати, когда я подъехала вот в эту, вот, вот, в эту, просто на эту территорию, где стоят эти финхорсы, те, кто знают игрушку Барби на ранчо в поисках Лаки, у меня заиграла мелодия, когда ты кормишь лошадь в этой игрушке, то есть мелодия, когда ты находишься, по-моему, в амбаре, да, и если вы знаете, я думаю, вы просто поностальгируете, пустите ностальгическую слезку и меня поймете, да. А хотя я думаю, может быть, если получится, я просто наложу ее фоном на это видео, но я вам этого не гарантирую, так что узнайте уже, когда будете смотреть это видео. Вот эта лошадка, она мне напоминает богатырскую лошадь, то есть, да, они невысокие, они достаточно средненькие такие, но вот за счет вот того, что у них такие непривычные пропорции, мощная шея, да и, в принципе, они мощные, и текстура мне нравится, и моделька мне нравится, от этого они кажутся достаточно немаленькими, вот. Каждая лошадка стоит 850 СК, и чтобы купить их всех, там что-то нужно 5950, что ли, и вот мне как раз вот не хватает, вот, поэтому я очень хочу купить, я очень хочу купить, вот прям очень-очень, но, ребята, я хочу купить их всех разом, поэтому пока что я откладываю эту покупку, вот, так что, может быть, в ближайшем удвоении я что-нибудь докуплю, не знаю честного, вот, ну вот это вот прелесть, я бы вот, нет, 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 я очень хочу купить всех разом, вот, поэтому, нет, я пока воздержусь. Ну, кстати, да, Марварри я так не захотела, Готландскому поняху, я так и не купила, это я так информирую вас, но зато вот этих вот конях я буду брать просто 100% всех, что находятся в игре, а это будет большая закупочка лошадей одной породы, и это будет, мне кажется, впервые, когда я скуплю, можно сказать, всю породу, все масти одной породы. В общем, на этом обновление все, я не знаю, что еще сказать, потому что я, честно, не смотрела, что там в обновлении, ну, сейчас давайте быстренько глянем. Во, да, кстати, из команды Star Stable ушел один разработчик, я не помню, она называется Норрис, что ли, не вчитывалась особо, но она участвовала, активное просто, активное участие в разработке фрисской обновленной лошади, финской обновленной, ой, финской лошадки, вот, и также она, как в одном посте, по-моему, было написано, она принимала чуть ли не главное участие в разработке еще одной лошади, обновленной, которую будут выпускать, я так понимаю, уже следующей. И разработчики написали в твосте, как вы думаете, что это за лошадь, там, шаерская или еще какая-то. Ребята, мне прям очень интересно, а учитывая то, что последние две лошади с участием вот этого разработчика, этой разработчицы достаточно мощны своим телом и каркасом, я, честно, надеюсь, что это шары. Но если тут будут лепицыаны, мустанги, хаффлингеры или пейнт-хорсы, я не расстроюсь. А если арабы, то тоже не расстроюсь. В принципе, всех лошадей второго поколения, когда обновят, я не расстроюсь. Я с удовольствием куплю еще несколько лошадей тогда второго поколения, потому что они станут дешевле. Ну и, разумеется, по одной лошади каждой из этой породы уже новой, обновленной модели. А на следующей неделе нас ждет новые расцветки популярных предметов одежды и комплекта снаряжения. Честно, это вначале звучит так, как будто разработчики берут старое шматье и его перекрашивают. Ну, это мой мозг выдал первую мысль. Вот. Но я думаю, что просто добавит еще кучу разноцветных... Я забыла слово. Недоустков. И, допустим, еще больше нагавок. Потому что, мне кажется, недоустки и бинты, нагавки, это самый просто распространенный в данный момент предмет в Star Stable. Ну, а также, возможно, там кожаные... Почему кожаные? Возможно, узечки и седла. Но, мне кажется, расцветка этих предметов уже достаточная. Поэтому я ставлю на то, что добавят много разноцветных недоустков и, допустим, бинтов нагавок. Вот. Так что на этом точно все. Было приятно с вами пообщаться, дорогие друзья. Вот, да, ждите, ждите там ближайшего, наверное, удвоения. Только бы она была не в эту пятницу, я не считала. Вот. Ну, нет. Пожалуйста, только не в эту пятницу. Я не смогу, наверное, в эту пятницу. Вот. И будет масштабная покупка лошади. Просто скупка табуна. Я так и назову это видео. Скупка табуна финской породы. Как-то так надо назвать видео. Да. Ну, на этом все. Ладно, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующих видео. И удачи с вашими лошадками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин